неся свой крест. Тогда Пилат взял Иисуса под стражу и велел бить его. И воины, сделав венец истерния, возложили ему на голову и одели его в пурпур и говорили, «Приветствуем тебя, царь Иудейский!» и били его по лицу. Пилат опять вышел и сказал им, «Я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и пурпуре. И сказал им Пилат, «Вот человек!» Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, «Распни! Распни его!» Пилат говорит им, «Я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему, «По закону нашему он должен умереть, потому что объявил себя сыном Божиим». Пилат, услышав эти слова, еще больше убоялся. Он опять вошел в приторию и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус молчал. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Разве ты не знаешь, что я имею власть распять тебя или отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было тебе дано свыше, потому более греха на том, кто предал Меня тебе». С этого времени Пилат искал возможность отпустить его. Он вывел Иисуса из притория и сел на судилище. И сказал Пилат иудеям, «Вот царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, распни его!» Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят!» Правитель сказал, «Какое же зло он сделал!» Но они еще сильнее кричали, «Да будет распят!» Пилат, видя, что все усилия тщетны и смятение увеличивается, умыл водой руки перед народом и сказал, «Не повинен я в крови этого праведника, смотрите сами!» В ответ на это толпа закричала кровь его на нас и на детях наших. Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, велев бить, предал на распятие. Воины взяли Иисуса и повели на казнь. И, неся свой крест, он шел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. За ним шло великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут, блаженны бесплодные и не родившие и не кормившие грудью».